аскольд это место куда мне хотелось попасть уже давно этот остров манил своей красотой и таинственностью девственные леса и животные обитающие в них птичьи базары и умопомрачительные виды самых высоких мест острова маяк на скале береговая батарея и остатки частей казарм хаотично разбросанные остатки техники по острову все это хотелось увидеть самому и вот по случайному стечению обстоятельств мне предложили поездку на два дня собравши вещи и провизию я отправился к причалу откуда должно было начаться моё небольшое путешествие на остров аскольд они хотят еще вести круть выйдя в море наш катер попал небольшой шторм вместо двух с половиной часов в ходу мы телепались четыре часа в море эти часы казались длились вечность а накрывающая волна заставила немного понервничать промокши насквозь испытав все прелести морской болезни мы высадились на берег и поставили лагерь и немного просушили свои вещи всем привет вы на канале пойди и проверь в этот раз мы отправились на замечательный остров прибыли на него поздно вечером посетим мы здесь на острове 26 батарею береговую здесь есть в ней паттерна длиной километр а глубина доходит до 40 метров потом посетим старый маяк новый маяк заброшенные было заброшенные руины частей побываем в разных бухтах вот короче будет интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал приятного просмотра поехали и вот отдохнув рано утром мы выдвинули сторону нашего первого объекта береговой батареи номер 26 расположенной в южной части острова по дороге встречая руины брошенных казарм мы вышли на пост службы наблюдения и связи вот залаз на пост наблюдения связи с низ в южной церкви Осмотрев подземные сооружения поста, мы выдвинули сторону батареи, по пути встречая остатки техники, брошенной здесь военными. Фильтро-вентиляционная установка? Да. Что-то фильтры сами. Смотри, даже не разобрали, да? А вот сюда можно уйти? А он туда ушел? Да. Нормальная высота тут прям. Береговая башенная батарея калибром 180 мм, состоит из двух железобетонных башенных блоков, командного пункта, силовой станции и паттерны глубокого заложения, как я ранее говорил, длиной около километра, соединяющие все основные сооружения батареи. В каждом башенном блоке установлены артиллерийские установки, стреляющие на расстояние до 37 км. Толщина вертикальной брони составляла около 200 мм, а двухэтажные блоки хранили в себе заряды для артиллерийских установок. Казарменный городок батареи имел запас продовольствия на автономность до 3 месяцев, а горючего для поддержания работы башенных блоков на 100 часов. Из-за частых туманов на острове был сооружен низкий туманный пост, расположенный рядом на одном из мысов. Субтитры создавал DimaTorzok Чё, сколько? Да, я бегу. А? Наверху? Да. Костюмик. Костюмик. Внизу. Одинный блок. Счастье. Я тебя не буду мучить, лично в силовой станции. Вот, а, миссия, надо с тобой. Игра, давай, давай. А здесь на телефон нужно снимать, когда ты можешь. Давай, поскидываем, да. Да. У него. Сейчас, сейчас звук такой. Ох, власть погавничая. Я думал, что у вас тут наверняка должно быть. Конечно есть. Не заводится? Сгиби, гиби. Такой же ствол. Рычаги. Всё, 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 всё в рабочем состоянии. Посчитаем. Всё в солидольчике. Хоть сегодня стреляем. Да, такую информацию не попал. Вот, ребят, смотрите. Вот здесь вот как раз. Седушка на очках. Дальномер, конечно же, сняли. Вот эти же орудия, только сверху. Две пушки. Сейчас. Заходим в силовую станцию батареи. Километровые паттерны и подъём. Тоже провал, да, здесь был? Какого года, интересно? Поищи шлюпник. Здесь чисто как мастерские были, да? О, тут комната пыток. Сейчас скажут, ой, тут камера. Комната пыток, вон, видишь, стул. Бомбом. Силовая станция батареи представляет собой большое подземное сооружение в два этажа. Машинные залы под корабельные дизеля. И с неё же имеется спуск в паттерну, по которой можно дойти до последней южной башни батареи. И далее до командного пункта. Да? Аккуратно. Вы туда пойдёте? Да. Потом наверх. 40 метров наверх. 40 метров? Да. 40 метров? Нормально. Кругом нищим. Кругом нищим. Кругом нищим. Не, вон, туда. Туда, туда. Там на выходе, где лестница, там ещё 5 доски лежат сверху. Съёмка прям будет. Где там? Да, там лестницу, вы видите, мы её просто там... Там доски ещё сверху лежат. Тихо. Ой, сорян. Сорян. А это куда спуск? Куда мы собираемся? Вниз? Ниже этажа. Трисподня. Самое сложное, выбрать картинки пирюхи. Двигатели целые. Ну, в смысле, чтобы пожара не было, горячий выход был. У меня видишь, асбестовая ткань. Угу. Всё. И вот здесь подсоединялся коллектор, и стояла установка сама здесь, на постаменте, который сняли. some time. у нас тут грамотник. Суга. 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 Там минус четыре этажа Ну тут конечно говна Очень много Уже минус семь этажей Уже минус Все, последний этаж Мы на дне Иду-иду Вот такие Перед педели Грунтовая вода В самом низу Мы идем Километр Здесь протяженность Патерна Километр Патерна Патерна И Блоки башни И Словы сам Субатаре Ну то есть здесь и Могли бегать И военные Да То есть это не Техническая коммуникация Полностью А я отвернулся Энку здесь Ох Нет-нет-нет-нет Ох Километр Чисто Да Ну как бы да Понятно Ну а секси Диалест Заходишь в одном месте Выходим в другом Обзору Куда их посыпи Смотрируем Вырубаем Ооо! А встань какая-нибудь прикольно прям вообще так! Как прикольно? Ну секси-секси...сообрази секс... А может уже самое только зеркальное повторить, короче, на, на...на трубу... На трубу ножку? Да-да-да-дат, о-о-да... Да прямо на трубу поставь? Прям на трубу, говорю Я знаю, где вы живете! Оо, слышишь тут еще ниже получается... слышишь? А? Он еще ниже идет, кайф... Эй, эй, эй! Лысый ёж привиделся мне Он встанал, пищал и крестел Ведь наш курку на изнастку надел Надел Раз Два Сейчас боя будет идти Жми Сколько здесь, получается, 40 метров? Сейчас не подползем Там не видно места, а наверху только они через дар Думаю, а я думаю, что это на меня не нужно Шатит Лестницы, конечно, идут трэш А как вот здесь? Переходишь по двести В смысле, куда переходишь? А, она с двух сторон Это Ребята Внизу Вон видно Очень плохо Подсвечу Просто не видно дна Игорёх, ты как? Нормально? Да, да Уже дырка здесь Уже близко выходит Нормально? Нормально? Да, да, чей это скоба? Этот Упал Кусок бетона Здесь Какойто трубы Аккуратно, пожалуйста Ну, она упала Как раз с того места Откуда ты ушел Я сам Я думал Скоба Уже падает А ты что, их задел что-нибудь? Да нет, я просто локтем дотронулся Там Бетон В смысле вывалился просто Да Как У меня было залезть Куда не прикасаться? Покажи Он уже упал Здесь В самом верху был кусок А он не заделал Он был Он был с этой стороны А он упал туда влево Я думал В смысле Уже скоба падает Я уже Кусан Все Поднялись Мы на самом верх Здесь Вентиляционная Камера С Фильтрами Воздушными Гермы Фильтровые И Выход Здесь Такая Герма Мощная Нож Уру Мы на свободе это дальномер на десятке да такой подобный стоит и 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 посетив батарею и пройдя через патерну мы вышли к мысу илагина где на скалах расположились аж два маяка старый и новый первый маяк строился в далекие 1879 года башня маяка имеет высоту почти 9 метров кирпичи из которого построен маяк производились на соседнем острове путятина а светооптический аппарат для маяка вообще был закуплен в англии старый маяк простоял около 50 лет и не выдержав сурового климата острова был перестроен позже на месте нового маяка был построен временный наблюдательный пункт артиллерийской батареи и позже уже и сама башня нового маяка очень палевные ступеньки а и 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 Чтобы пройти к старому маяку, нужно преодолеть обрыв, ранее на котором стоял мост, соединяющий два маяка. Спускаться по такой веревочке, а потом подниматься вот здесь наверх. Валя, б***ь! Фу! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 вот дизельки 1 дизель вон 2 вдалеке 3 4 дизеля поршня разбросаны вот еще дизелек рядом с ним еще один attractive вот umm вот и вот millimeters Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А на этой высоте и закончилось мое путешествие на загадочный и удивительный остров с невероятной историей и захватывающими дух пейзажами. Старинные маяки, потерянные золотые прииски и когда-то мощные и грозные береговые батареи со своими тайнами и подземельями – все это можно найти в одном месте в Приморском крае, в заливе Петра Великого, на одиноком острове под названием Асхольд. Субтитры создавал DimaTorzok